На днях мы искали информацию, в какое же новое место поехать, чтобы показать вам что-то интересное относительно достопримечательностей и памятников. И оказалось, что прямо в Кракове есть заброшенное и никому не нужное место, которое, я считаю, достаточно имеет важное историческое значение. Мы, конечно, туда сходили и были в шоке, насколько оно в запущенном состоянии. В общем, мы отправились в такое место под названием Кладбище поездов. Что мы знали заранее? Что в Кракове где-то в 19 веке была открыта станция, она использовалась до где-то 1950-х годов, а потом была заброшена. И как заброшена, так и осталась. Никто не тронул эти поезда и оставил их на месте. Мы поехали посмотреть, как такое возможно, потому что я привыкла, что в Польше все должно быть оборудовано, подписано, как-то обозначено. Мне было интересно, что же в Польше сделали с таким заброшенным местом. Я ожидала всякого, конечно, но не такого. В общем, хоть место и заброшенное, добраться до туда совершенно несложно. Можно доехать на трамвае от Кракова-Главного до остановки Бижановска. И оттуда просто идти пешком между гаражей. И на самом деле это непривычно, что в Кракове идешь сначала мимо красивых домов, а потом заходишь в гаражи, и вот эта вот пыль, сломанный асфальт. И на самом деле уже даже там немножко такое некомфортное место, потому что как-то там разбитые стекла, неопрятные. И как бы ты уже сам себя нагнетаешь, когда идешь до этой запрошки, думаешь, что же там такое должно быть. В общем, мы пришли к этим поездам. Мы ожидали, что это место будет, не знаю, допустим, огороженное, и туда будет нельзя залазить, и нам придется там перелазить или что-то еще. Но нет, это в свободном доступе, стоят поезда среди ничего, среди путей. Рядом проезжают действующие поезда, а здесь просто пути и заброшенных, ну, штук 5-7 разных поездов. Выглядит, конечно, интересно. Ты такой заходишь и думаешь, странно, как бы вроде, если никак не огорожено, то, наверное, ты имеешь право здесь быть. Но с другой стороны, так как это никак не оборудовано, то это выглядит жутко, потому что ты понимаешь, что ты здесь не должен быть, потому что там, скорее всего, часто ночуют люди без определенного места жительства, потому что мы проходим и видим какие-то вещи. Все достаточно такое разрушенное. Саш, что там, сильно все запущено? Грязно. Такие подушки. Подушки? Да, одеяло, подушки какие-то, тряпки, бутылки, грязь всякая. Получается, когда место закрытое, то в нем скопится всякий шлак. Я думаю, здесь люди спят, они спали. Жутковато, на самом деле, ну, может, потому что я просто трусиха, но жутковато, кажется, что в этих поездах, в этих вагонах кто-то сейчас живет. Я не чувствовала себя безопасно в таком месте. В этом месте мне было одновременно жутко и интересно, но и грустно, потому что, как я понимаю, эти поезда, их можно было бы использовать как модели в музеях, потому что они разные. Это, например, какой-то, я не знаю, как точно сказать, тепловоз. Подозреваю, что вот эта модель, это была как купе, судя по отсекам. Был еще, я читал, что это один из них, какой-то почтовый поезд, вагон, вернее. И все это выглядит по-разному. Ну, а сейчас это просто сожженные места, заброшенные. Где-то прям пол уже крошится железный, где-то все расписано, все раскидано, лежат матрасы. И на самом деле там было бы очень интересно лазить, но где-то даже дерево проросло в самом поезде, в самом вагоне. Как это вообще возможно? И при этом оно абсолютно свободно. Там, я думаю, там небезопасно по нему лазить. Но мы все равно полазили, конечно. Ого! И это пол есть? Жесть! Просто! Тут у нас, походу, была печь, куда грузили уголь. И это очень старый поезд. И очень жалко, что тут как бы сохранилось, но всем мне так пофиг. И выглядит классно, и мне кажется, детям было бы здорово здесь лазить. А сейчас, конечно, это вообще небезопасно. Одни бутылки. Тут спят бомжи, похоже, или кто-то гуляет. И все. И обидно. Я не знаю, если вы знаете, в чем причина, почему это место никому не принадлежит, ничего с ним не сделали, ни табличек, ничего нет. Напишите об этом в комментариях. Потому что я не знаю, и мне достаточно жалко, что это так. Потому что, с одной стороны, найти заброшку, это очень интересно. Я люблю заброшки, и я хотела бы, кстати, дальше искать по Польше разные заброшки. Если знаете какие-то интересные места, напишите в комментариях. Можете поддержать наш канал, чтобы мы смогли съездить в такие места. Это нажать кнопку спонсорства или нажать спасибо, чтобы мы смогли добраться до таких мест, потому что они чаще всего труднодоступные. По таким местам быть интересно. Но когда она находится в городе, я понимаю, мне жалко на самом деле, сколько из всего из него можно было сделать интересного. Просто вот это, знаете, я ходила, и навскидку, что мне приходило в голову, что можно было бы из таких поездов сделать, если их немножко привести в порядок. Даже не надо вкладывать супер большие деньги, например, чтобы их полностью восстановить. Это не обязательно. Можно было бы их чуть-чуть восстановить, чтобы они были безопасными, прибрать и сделать, например, из них арт-пространство. Потому что многие люди сами уже попытались это сделать. Мы случайно наткнулись на одну такую очень жуткую инсталляцию, которую кто-то оставил внутри одного поезда. Честно, я очень испугалась. Хорошо, что мы сюда не вечером пришли. То есть получается, что у людей есть такая потребность. Можно было бы восстановить эти поезда и сделать их как временную арт-инсталляцию. Пусть она кому-то принадлежит, и иногда ее сдают под какие-то цели. Там будет красиво приходить, проводить мероприятия. Будет очень атмосферно. Другой вариант. Сделайте из них какие-нибудь летние кафе. Также в фудкорты или что-то еще рядом, оборудовав внутри. То есть там могут проводиться какие-то мероприятия. Другая идея. Ну, сдайте как минимум музей. Пусть это будет музей под открытым небом, так сказать. Чуть-чуть их отреставрировать, не доделать их до конца. Например, в Кракове под землей есть музей, где там ты заподпускаешься под землю. И там есть инсталляции электронные, где на тебя как будто бы кричит женщина в 14 веке, которая торговала на этой площади. Тут тоже можно что-то придумать, поставить какие-то лайтбоксы, которые будут якобы изображать из себя машинистов или кого-то еще, чтобы ты подходил и вот в этом музее под открытым небом погружался в атмосферу. Ну, это такие навскидку идеи. Там можно было много чего придумать. Действительно. Какие-то проводить пленеры для художников, которые бы там что-то зарисовывали. Или проводить какие-то литературные чтения на этом месте. Тут как бы с поездами и дорогами можно столько метафорического придумать. В общем, жалко, что такое место и такие поезда пустуют и просто пропадают зря. Потому что место прекрасное, по нему интересно ходить и лазить. Жаль, очень жаль, что оно никому сейчас не нужно, кроме вот таким мимопроходящим людям. Есть определенные фанаты, люди, которые любят поезда, модели, устраивают какие-то путешествия. Я не большой фанат поездов, но я люблю памятники. Это памятник. Эти огромные колеса, порушенные травой, выглядят красиво. Все эти огромные поезда, вагоны выглядят безумно красиво. Даже как бы уже сожженные, потертые и так далее. Это выглядит мощно. Мне жалко, что такая красота пропадает. Но, наверное, у этого есть какие-то объяснения. Если вы тоже любите какие-то красивые такие исторические места, поезда или заброшки, ставьте лайк. В общем, мне было достаточно жутко. Хотя и понравилось. Поэтому мы постараемся съездить побольше таких мест, чтобы показать, что люди не только сохраняют, им в идеальном состоянии оставляют, а что уходят. И на что важно обратить внимание тоже. Поэтому, если вам нравятся такие ролики про заброшенные места, поставьте лайк. И не забудьте поставить кнопку подписаться. Также мы читаем все ваши комментарии и видели, сколько раз вы нас просили завести патронит. И мы к вам прислушались. Со следующих выпусков он у нас появится. Пока вы можете нажать кнопку спонсорства или оставить спасибо. Это нам тоже очень сильно поможет. Вообще, хотелось бы сказать вот что. Пока я записываю эти ролики, Россия продолжает вести войну в Украине. От этого очень грустно, плохо и тяжело. И вот о чем я подумала. Нам часто в фильмах, которых мы воспитывали с детства, ну по крайней мере буду говорить о себе, нам показывают главных героев, которые там не умирают, в итоге всегда выживают, как-то спасаются и в итоге всегда побеждают добро. И этот главный герой какими-то невероятными силами, в которые в нем оказываются, он побеждает зло. Это там внушает надежду. А когда ты просто человек, оказываешься в таком мире, что бы ты ни сделал, ты как бы чувствуешь такое бессилие. И я его часто чувствую. Но подумал о том, что очень важно, наверное, находить то, что даже какую-то мелочь ты можешь сделать, или что-то небольшое, но доброе и хорошее, и направленное на как бы созидательную вещь, на какую-то поддержку. И это очень важно делать. Потому что кажется, может быть, в большом масштабе, что оно не поменяет ничего. Но оно дает сил и убирает вот это чувство беспомощности. И вот попытки снимать такие фильмы, ролики про то, что люди делают хорошее, ну там, сохраняют памятники, или там, показывают исторически важные им какие-то места, о том, как люди трепетно относятся к своему прошлому, это помогает мне не чувствовать это бессилие. Поэтому спасибо, что смотрите, ставите лайки, так много комментируйте, поддерживайте нас. Это очень важно и помогает давать ощущение, что все не зря. Поэтому спасибо вам большое и берегите себя.